Украина намерена провести второй саммит мира уже в ноябре 2024 года, анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. Деталей о будущем мероприятии пока мало, но наверняка известно, что туда, в отличие от первого саммита, прошедшего в июне, пригласят представителей России. Какой ответ даст Кремль и кто будет представлять страну агрессора, вопрос открытый. Очень важно, и мы об этом говорили неоднократно, продолжаем эту работу. На второй саммит привлечь представителей России и посадить их за этот стол, исключить манипуляцию и ложь. Вот этот широкий дипломатический стол, где будут сидеть 100 плюс стран, мы хотим, чтобы этих стран было еще больше, чтобы это было 150 плюс стран, которые продемонстрируют способность России к мирным переговорам или неспособность России к мирным переговорам. Это будет продемонстрировано за этим столом. На инаугурационный саммит в швейцарском Бюргенштоке приехали делегации 92 стран и 8 международных организаций. 94 участника поддержали совместное каменнике. В нем речь шла о поддержке трех пунктов украинской формулы мира – ядерной безопасности, продовольственной безопасности и возвращения всех пленных и депортированных России украинцев. В украинской МИДе отмечают – количество и география стран, которые принимают участие в мирном процессе, влияют на успешность реализации пунктов. Формула мира не имеет альтернатив и является единственным путем к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру. Мы приглашаем государства, лидеров и организации, которые искренне желают восстановления мира, присоединиться к условиям по формуле мира вместе с сотней участников по всему миру. Андрей Сибига, министр иностранных дел Украины в соцсети ИКС. Перед вторым саммитом в сентябре Владимир Зеленский встретится с лидером США Джо Байденом, чтобы представить ему украинский план победы. Также он презентует его кандидатам в президенты США Камали Харрис и Дональду Трампу. Содержание документа Зеленский пока не раскрывает. Я думаю, хорошо то, что пунктов там немного и каждый пункт будет зависеть от решения Байдена. Вот почему я действительно считаю, что это поможет. Я не могу дать стопроцентную гарантию, что это остановит Путина, но это сделает Украину более сильной. И это также, думаю, подтолкнет Путина задуматься, как завершить войну. Издание Бильд сообщило, что во время визита в США президент Украины якобы может объявить о паузе в боевых действиях. Украинское военно-политическое руководство против любого замораживания войны. Так, публикацию СМИ прокомментировали в офисе президента и в Министерстве иностранных дел Украины. Нет, Украина не планирует соглашаться ни на какую заморозку войны. Источник, который сообщил об этом, не знает о плане президента Зеленского. Элементы, которые президент представит в Соединенных Штатах, несомненно, укрепят, а не ослабят Украину и ее воинов. Георгий Тихий, спикер Министерства иностранных дел Украины в соцсети ИКС. Сегодня в промежутке между саммитами Киев организовывает встречи рабочих групп по тому или иному пункту формулы. Так, конференции, посвященные энергетической и продовольственной безопасности, прошли в конце августа и начале сентября в онлайн-формате. Валерия Никипелова для телеканала Фрида.